Ну что ж, давайте теперь обсудим все эти скандалы и новости и вообще начнем подводить итоги года для правоохранителей с Юрием Луценко, генеральный прокурор Украины. Сегодня в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Спасибо вам, что пришли. Вы, кстати, на этой неделе не поехали в Вашингтон на форум по возврату активов. Вот очень странно, для вас лично и для генеральной прокуратуры возврат вы украденных Януковичем средств, это было одно из главных достижений, да, в этом году. Но так получилось, что отчитываться об этом стали Сытника-Холодницкий. Как вы это прокомментируете? Я не поганий, а если говорить без зайвої скромности щодо нашей системы, то размер спецконфискации колишнего диктатора-хлептократа – наибольший за последние 100 лет. Очевидно, на этой конференции больше времени провели наши коллеги САП и НАБУ. Им есть что послушать, что повчитися, потому что они пока повернули 26 тысяч гривен. Поэтому мы спокойно ставимся где-то с геронией до этого. Но если говорить серьезно, я планировал ехать, но события вокруг затримания Саакашвили обязаны меня быть в Украине. В первую очередь я генеральный прокурор Украины. И я должен быть над тем, чтобы законность и противоположение российскому плану «Русская весна в Киеве» была создана координацией всех силовых структур государства. Хорошо, давайте тогда, если вы вспомнили о Саакашвили, потом немного об итогах годовых отчетах генпрокуратуры о работе за этот год. Саакашвили, что в ближайшее время? Вот только что с депутатами я пытался выяснить, что ждет его в ближайшее время? И как власти выйти из этой ситуации? Как не довести ее до тупика, да? Допатывать? Первое. В ходе законной судом санкционированной операции СБУ и Генпрокуратуры мы установили контакты втекача одного члена организованного злочинного группования Януковича Корченко, который нанес избыточки украинской государства на 14 миллиардов гривен. Чтобы наши взгляды просто понимали, с кем имеет дело Саакашвили. Это человек, который вообще без любых обязательных платежей в бюджет завозил при Януковича все нафтопродукты. Практически все. Это человек, который играл на миллиарды, вытягнул из бюджета. Наши зрители хорошо понимают, сюжет только что, об этом они посмотрели, там и роль Ковченко, и все его миллиарды. Как и в каждой серьезной справе, когда засудивается организованное злочинное группование, СБУ контролирует, что не будут члены этой организации выходить на суд, чтобы его подкупить, на прокурора, на влияние политиков. И они увидели, что связались контакты между правыми руками российского олігарха, теперь уже московского олігарха, и прошлого президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого сам Саакашвили позвонил Курченко с своего телефона на телефон московского втекача. И договорился про ту или иную форму współпрости и методы подальшеи кооперации. В связи с тем, ему инкриминуется статья 256, это сприяние членам злочинной организации для уникнения от покорания. В этой ситуации мы считаем, что можем обмежиться его допитом, затриманием и будем хлопотать суд о домашнем арешке. Перед Ильич, кроме записей этих переговоров у следствия что-то еще есть, многие эксперты уже начали кричать о том, что записей недостаточно для предъявления обвинения и для приговора. Слава Богу, в этой стране криминальным процессом занимаются не эксперты, а профессионально наученные прокуроры и следствия. А остаточное решение будет принимать не гражданство, а суд. Тому я уверен, что доказов для предъявления подозри достатньо. Это моя работа, изучать, что достаточно доказов для подозри. На этот момент достатньо. Чи будет их достатньо для предъявления обвинения, побачить следствия. Но Саакашвили тикает от следствия. Он боится ответить на простые вопросы следствия. Мы при обшуках у его оточения нашли достатньо документов, которые еще не определенные, и на которые ему придется давать ответы, в том числе на его закордонные рахунки, которые наполнились за рахунок деятельности в Украине. Поэтому все в свой час. На этот момент Саакашвили должен быть задержан и отправлены к суду для обвинения обвинения захода. Раньше мы говорили про домашний арест. После того, как он фактически встал из-под Варты, я еще не могу сказать, каким будет решение. Как вы думаете, как долго он еще будет разгуливать в центре Киева, в общем-то, не особо прячется? И сразу же, что ждет тех людей, которые помогали Саакашвили тикать из-под Варты? Я помню много случаев, когда иронизировали, что мы только заявляем. Тем не менее, и в этом случае, как и в всех предыдущих, если украинская правоохранительная система сказала слово, оно будет выполнено. Саакашвили будет задержанным. Рано или поздно будет задержанным. Есть только одна проблема. Мы, конечно, могли его не отдать и задерживать. Но и, между прочим, работники СБУ, до речи, все до одного в этой машине, участники АТО, СБУ, они мали право стрелять на вражения, оберегающих в наручниках затриманного гражданина. Но Саакашвили интересует кровь. Нас интересует спокойствие в стране. И поэтому мы не используем надмирные возможности, которые закон дает нам право, и думает про то, чтобы страна сохранила спокойствие. Саакашвили ховается за спинами обдуренных и купленных за гроши Пурченко людей. Сегодня нам сегодня тут рассказывали депутаты про то, что вопрос не в Курченко, не в Саакашвили. Да, вопрос в том, что 1200 человек на марш в Саакашвили минулих выходных были привезены на автобусах, которые оплатили из грошей Курченко. Только в этом. Только за это нужно людям понимать, что их используют за гроши Януковича, для того, чтобы разглядеть ситуацию в Украине. Мы этого не даем. Саакашвили будет задержан без зитнень, без крови, без засосования спецзасобов. Понятно. Юрий Витальевич, давайте теперь о достаточно сильно расшатанной истории. взаимоотношений между Генеральной прокуратурой, НАБУ, САП. На этой неделе прозвучало очень много громких обвинений. Слушали их мы все и с удивлением, и с недоумением. Вы верите в то, что в будущем, возможно, продуктивная работа между этими тремя органами после того, что случилось на этой неделе? Или все-таки холодной войны правоохранителей не избежать? Этим вопросом сейчас многие над ним замысливаются. Первое за все, перед вами стоит один из авторий закону про НАБУ. Как колишний министр внутренних справ, я глубоко переконаний, что в Украине должен быть специальный орган, который занимается выявленным высокопоставленной коррупцией, в проведении организованного злочинного группирования, но на законной основе. У нас нет проблем в співпрации с НАБУ или САПом. Из 50 справ, которые НАБУ подало до суду за этот год, 20 за материалами ГПУ и СБУ. Это означает достаточно серьезный уровень спільной работы. Остальные резонансные случаи, когда были затрянуты двое судей, которые пытались дать хабар Назару Холодницкому. Операция ГПУ вместе с САПом. Король контрабандистов Одессы Альперин, который в наручниках вышел из Печерского суда после попытки подкупа работника НАБУ. Операция ГПУ и НАБУ. Мы работаем вместе. Но бывают случаи, когда у нас достаточно фактов, которые говорят о порушении закону работников Национального антикоррупционного бюро. Будь-якие большие цели по борьбе с коррупцией не могут выполнять в супереччинному закону. П работники НАБУ, как и любые другие работники ГПУ, СБУ, МВС, должны не скоювать злочини, а выявлять их. Да, у нас есть случаи, когда гражданка, которую вытенусливалась с Державной иммиграционной службой, заявила про провокацию ХБР. Все знаки того, что это правда, у нас наявны. Уже вручені подозрить працевникам НАБУ, которые провоковали держслужбовца на дание законам забороненных послуг через соответствующую грошовую награду. Это первая история. И она была передовая, перепрошуя, за год у нас, напевно, деколька десятков прокуроров затримываются при скорении тех или других злочиней. Хабарьев, порушения закону, порушения прав затриманных тощо. Те же самое стосует сотен працевникам МВС, одиниц службы безопасности. И ничего в этом нет, это катастрофично. Но есть иначе. В ходе цієї операции мы увидели, что працевники НАБУ под прикритетом набираются в супереч діючему закону. Закон, возможно, недолугий, но говорит, что все працевники НАБУ, в том числе и под прикритетом, негласные, должны обраться на прямом конкурсе. Что в этой ситуации делать? Я думаю, дозволю себе сказать, что в этой ситуации делать? Колись грузинские реформаторы написали закон про МВС, в котором случайно забыли вписать оперативно-розшуковую деятельность. И 9 месяцев полиция не мала права на оперативную деятельность. Рухнула агентура. Никто не знал, что делать с секретным кинетом. Но никто не порушил закон. Жекали, пока депутат Мустафа Найем внес правку и все запрацювало. В этом случае, так же очевидно, все працевники НАБУ в дужках, кроме негласных працевников, дужки закрыли, набираются на открытый конкурс. Кто разрешает это делать? Что я хочу сказать? Я хочу резюмировать. Это главный меседж для страны. Я не могу делать выгляд, что все добре. Такая моя работа. Если в НАБУ работают незаконно призначенные, с незаконным использованием прослушки, с незаконными методами провокации десятки працевников, мой обязан и идти против этого. Можливо, мне было бы легче поддерживать НАБУ. Но моя работа в том, чтобы никто в стране не был над законом, поза законом. И какой бы заокеанский, або внутриукраинский, тиск на меня начинался, пока я генеральный прокурор, я буду требовать законности от всех. От НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и МВС. Это моя работа. Ваша позиция понятна. Спасибо. Давайте тогда о требовании законности, но уже в более широком смысле, для всей страны все-таки. Хотелось бы поговорить, год заканчивается об итогах года для генеральной прокуратуры. Я посмотрел, подготовился. Прокуратуре удалось раскрыть больше 9 тысяч фактов взяточничества, например. Почти 3 тысячи дел отправить в суд. 2 803. Это внушительная сумма. Но здесь логичный вопрос. А что в суде? Приговоры мы... Кстати, Холодницкий и Сытник тоже на это же жалуются, да? Что в судах происходит откровенный саботаж. Как долго еще такая ситуация будет продолжаться? Так, это правда. И 50 справ НАБУ, и 2800 справ ГПУ находятся в судах. И у них, и у нас расследок справ затягивается. Проблема не только в имоверной коррупции, которая есть в всех органах, в том числе в украинских судах также. Проблема в надзвичайно малей количестве судей. После иллюстрации, а также отставок судей, которые не хотят заполнивать электронную декларацию по зрозумелым причинам, у нас остались одиницы судей в районных судах. Например, Вечероскому судей. Четыре судей. Нагрузка на каждого. 200 справ на каждого. В сусидних районных судах Киева 5-6. По всей стране аналогичная ситуация. Отже, проблема с проблем швидкий набор новых честных, профессиональных судей. А где же честных взять, так и хочется спросить. На конкурсе, под ретельною спецперевиркой спецпідразделей правоохранной системы, а также общественности. Иншого варианта у нас нет и мы потребуем. Хотя, даже в условиях сегодняшних, мы запустили процесс на стык глобальный, что в четыре раза больше есть уже вироков. Если в прошлом году их было всего по 200, и я помню, все эти годы приблизно 200 вироков по коррупции, сейчас мы имеем уже близко 900 вироков. Это непогано, хотя мы сподевалися на несколько тысяч. Впевнены, что рік, мы действительно гордимся тем, что провели спецконфискацию полтора миллиардов краденных денег Януковича. Я чувствую величезное задоволение в том, что эти деньги уже работают на страну, на оборону, на строительство для них. В будущем году будет создана новая, фактически новая мережа сельской медицины, много других социальных проектов. Но этого года был уникальный звонок от министра финансов, который звонит, и говорит, что, пан генеральный прокурор, я тебя прошу, не спецконфисковую в этом году уже ничего, потому что у нас проблемы с МВФ через дисбаланс. А, здесь дисбаланс, понятно. Поэтому в следующем году мы планируем черговую спецконфискацию, приблизительно 5 миллиардов в первом кратале, а далее будем працать. Юрий Талевич, давайте коротко. У меня еще один вопрос, очень важный. Мне он интересен чисто с человеческой точки зрения, меняются ли у нас люди. В этом году существенное было повышение зарплаты сотрудникам прокуратур. Вот ваше наблюдение. Взяток меньше стали брать после этого? Работать лучше стали? Только коротко, если можно. Если коротко, то все очень просто. Я горжусь тем, что випадки, когда прокуроры отмываются отримывать хабар, пишут в официальную заяву, и мы затримуем тех, кто пытается их вручить нашим працанникам, стоит дедалее больше. Молоденький, до 30 лет, переселенец из временно оккупированной Луганской области отмывается от 200 тысяч долларов следствия Генеральной прокуратуры. Керевник подраздела отмывается от 50 тысяч. Еще несколько воинковых прокуроров от 150 тысяч. Это знака времени. Чи есть это массовое явление? Пока нет. Но это требует пробить асфальт. Новые подходы Генпрокуратуры будут работать. Почему я так говорил? Потому что, с одного боку, благодаря президенту, уряду, парламенту, мы вдвече подняли зарплату прокурору. Другая, мы ввели Генеральную инспекцию, которая выявляет хабарников по вселенной деятельности органов прокуратуры. Третя, на сегодняшний день мы позвалися сталинского ардемента вертикальной системы ГПУ, когда начальник всегда правый. Теперь ни Генеральный прокурор, ни кто другой не может наказать, кого взяти на работу, кого извольните. А вот так он не может сказать саджай, або я тебя извольню. Это было совсем другие правила поведенки. Люди стали чувствовать, что они принимают законное решение. За это получают достаточно высокую как для украинских уровня зарплату, но над ними следует генеральная инспекция, которая может затримать любого и затримает на любом уровне посадки. С моей точки зрения все это, а главное скасование следствия, разведение его в разные офисы, означает конец сталинской тоталитарной системы правильного органа. С этим я горжусь. Мы перерабили старый советский Жигуль в нормальный сучасный Volkswagen и будем рухатись с лучшими результатами в следующий год. Надеюсь, что вы правы, трава начала пробивать асфальт, тем более, что на месте этого асфальта уже давно должны были расти деревья, согласитесь. Спасибо. Генеральный прокурор Украины, тем сложнее для вас вызов, тем, наверное, интереснее. Генеральный прокурор Украины был гостем нашей программы.